54 года назад Дворец культуры УАЗ впервые открыл свои двери. В 70-е годы здесь выступали ведущие артисты страны, функционировали десятки кружков и спортивных секций, выполнял дворец и функции ЗАГСа. Не было только в этом плотном и насыщенном графике места для основательных ремонтных работ. Сегодня уже заменили инженерные сети, системы водоснабжения, отопления и канализации. И преображения только начались. ДК вернётся к жизни в 2020 году с новым названием «Патриот». Это будет совершенно нового уровня Дом культуры. Работы будут выполняться до 1 сентября 2020 года. Согласно плану графиков работ и финансирования, предусмотрен наш 2018 год объём работ на 16 миллионов, на 2019 год порядка 42 миллионов и на 2020 год порядка 120 миллионов. Дом культуры полностью обновится. От прежнего как дань памяти и преемственность традиций останется только логотип «УАЗ». Этот бренд должны оберегать и продвигать дальше и дальше, чтобы Ульяновская область не только как родину Ленина, родину Гончарова, родину Пластова воспринимали, но и как родину ульяновского автомобиля. Рядом с отремонтированным ДК планируется построить музей трудовой славы. Пока что это только проект, по которому на строительство объекта необходимо около 90 миллионов рублей. Мы планируем, что это здание будет где-то три этажа, но один из них будет сокольным, потому что мы не должны доминировать над зданием самого Дворца Патриот, поэтому мы должны дополнять этот комплекс. И поэтому мы планируем, что он будет трёхэтажным, потому что там должны быть и научные сотрудники, и фонда хранилища, конференции, залы, детский центр, то есть современный музейный комплекс. Восстановит и парк «Семья». В первую очередь он перестанет быть сезонным. По примеру, Казанской набережной, которая зимой превращается в каток, здесь делают то же самое. Конечно, пешие дорожки останутся нетронутыми. Появятся новые аттракционы и зоны для отдыха. Всеми любимая «Медвежья гора», как её называют в парке «Семья», превратилась у нас сейчас в зону квестов, где дети могут пройти различные вариации игровых решений, не сидя за компьютером, а у нас именно в парке, и они уже имеют место быть. Ещё один пример благоустройства расположился неподалёку. Буквально в нескольких шагах по новому проекту зелёную зону у храма расширит. После реконструкции она вырастет до 7 тысяч квадратных метров. Новые дорожки, тротуары, деревья, кустарники и газоны. Комплексное благоустройство района выйдет примерно в 300 миллионов рублей. Марина Тимофеева, Бахтиер Салтанов, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова